Запустили двигатель, включили секундомер. Начинается зачет времени жизни. Штат Вашингтон, город Сиэтл. Мы выезжаем в сторону океана, в небольшое селение Лопуш, известное всем, кто любит сериал Twilight или Сумерки. Красивейшее место, там где кончается не только асфальт, а вообще земля, край света, дикий запад. Можно было бы добавить, что не штат Вашингтон, планета Земля, 21 век. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я себе не лихаю, никогда не был и не буду, и считаю, что это слово «националист» Я ехал, я ехал, я ехал. Мені багато років не залишилось, я уже с того, на трох ногах хожу. И кому было бы питание передать это? У нас в большинстве диаспора украинская в Америке из Галичана, из Австро-Угорщины туда ехали. Наши ездили на Сибирь. Захид никогда не был так долго под польшевиками, или под Россией, как это. Так что там певная сведомость осталась. Субтитры создавал DimaTorzok Родился в 1921 году. Сейчас будет мне столько... 98 и 50. Я родился в Польшевике, где я родился, это была польская оккупация. Знаете, Украина была разведена на четыре части, не ревняли. И я был в польской части. Так что у нас не было такого... Это зло, как под коммунизм. Мы могли бы свои прапоры выставить, мы могли бы свою школу. Что бы мы хотели, мы могли бы иметь. И все-таки польская нам давали немного свободности. Я пригадываю себе еще из дома все за Россию. Комунизм. Для того, что у нас... Я был два года, я мешал под ними. Я ходил в русскую школу уже. Для того, что нас брали как призов. Вы можете знать, что есть. Приготовление для войска. И... И... В то время я их не любил. Для того, что... Например... Одного ранка я все побудил, и смотрел в моих соседей. Кто-то там еще есть. А не есть... Люди, которые в моих соседях есть. Особенно мой товарищ, который имел то же самое, что я. В ночи... Называли «Чорный Ворон» заехал. И еще семь ребятов забрали. Так они пропали все. Никто себя не вернул назад. Мои брати... Два брати були в Советском Союзе в войску. Один брат был в подпиле партизанов, что его убили. А я был в дивизии. Переважно, что называют дивизийник. Дивизия, дивизия, дивизия. Первая украинская дивизия. Галичина. Это было написано. Первая украинская дивизия Галичина. Я слушал о этой первой украинской дивизии. Переважно люди думали, что где-то любили, где-то не любили то, что мы были в немецком униформе. Но нам не играло роли, какая униформа есть. Только чтобы мы знали, против кого мы воюем. Наша дивизия уже не читалась как ОСС. Это было Вепен СС. Значит, Збройня. СС. Зброя. Все. Но люди уже не имели. Для того, что СС каждый имел визнанку то СС. Наши дивизии не имели. Наша дивизия имела Льва. Если вы посмотрите, то имели Льва. Галичина. Галичина. В целом, я не рассказывал ничего, какое там життя было. Что там было, я хочу забыть. Галичина. Я родилась в Охматкове. Поведь Дубно. Это Захидная Украина. И мы жили в селе Корсове у моей бабушки. Тато приехал из Дубно. И сказал нам, что запаковать на авто. На виз. Мы запаковали все пачки, что мы имели. Все майно, все вишивки, все брания. Все запаковали. Мы закопали великие пачки в середине, под Еленой. Когда мы поехали, на второй день мы спали в другом селе, и мы видели, что наше село горело. Позже я увидела, что стало еще. Когда приехали коммунисты до бабушки, колами, маленькими залезнями упхали на долину, откопали яму, и вычинили пачку, вычинили пачку. И на самом горе стоял украинский такий костюм, как носили украинский, гранатовый, light blue, а над этим был тризуб. И они сразу взяли бабушу, обожали тету, его жену. И страшно, страшно ее били. Дали чочу до Сибири на 10 лет. Украина была такая маленькая, в 1951 году. Я поехала назад до Украины. Я поехала в Тисов, я была учителька, и мы там учили, было пять учителев, мы учили английскую мову в Львове и Тернополе. И тогда я хотела, чтобы меня вдали на то место, где я народилася. Мене завезли на то место, где я народилася, и там была яблунья, яблунья, apple tree. Окей. И я навыщь вирвала одну яблку, я там встала. И я встала там. Я не могла ноги дать до гори. Мои ноги так притихли до земли, я зрозумела, что значит мандала. Я хотела, что я делаю мандалы, и я там зрозумела, что значит, что я 50 лет назад вернулася до того самого места, где я народилася. Я притиху легенду на флаге Соединенных Штатов Америка, и на републике, в которой она стоит, одна nation, под Богом, индивидуаль, с правительством и правительством для всех. Меня зовут София Коваленко. Я родилась в Вирджинии. У меня много интересов, но я не думаю, что у меня есть, например, один целоспрямованный направл. Мне нравится. Мне интересно снимать фильмы, было бы. И мне интересно, например, рисовать. Но мне также интересны финансы и истории. Я не знаю, я не могу выбрать. Продолжите, пожалуйста, предложение. Несправедливо, что? И дальше. Несправедливо, что для тебя. 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 Ты учишься здесь, в американской школе. Ну, как ты представляешь свою перспективу? Сможешь ли ты потом жить в Украине? Хочешь ли ты? Нужно тебе это жить? Напевно. Напевно. Напевно, нет. Я, напевно, туда не вернусь. Но я еще не знаю, где я хочу жить. Меня зовут Тарас Филипенко. Я тут живу в Сиатле седьмой год. А тут приехал в четвертый класс. Сейчас в десятом. Я студент школы Eastside Procuratory School. Думаю, что не знаю, кем я буду. Потому что тут столько, как бы, интересного делать. Программирую, как бы, литературу, историю. Ну, тут школа очень интересная. И, как бы, просто учить больше, как бы, интересно и fun. Как бы, мне нравится. It's like relief. Just no more. Спрашивают вопросы, которые даже учитель не знает ответ. Потому что они хочут нам поучить как? Без помощи и, как бы, сам найти ответ или что-то интересное. Мне папа рассказывал о том, что вы на трудах или где-то делаете атомный реактор. Расскажи об этом. Да, у нас есть клуб с учителем программирования. Он где-то пять лет назад сказал, а мы будем реактор атомный построить. И вообще я в эту школу и хотел пойти, потому что я услышал, а там реактор будет. Я прошлый год начал там работать и, не знаю, еще не очень близко к реакции. Но думаю, что этот год или хотя бы следующий закончен. И, как бы, интересно, что мы, как бы, без помощи все сами строим. А что ты знаешь об Украине? Ну, я выехал из Украины, когда было мне четыре. А я там, как бы, не очень много времени жил. Но тут в Сиэтле есть большая комьюнити украинцев. И мы, как бы, много с ними communicate и celebrate like Ukrainian holidays. Я люблю Украину, потому что там чуть-чуть жил и оттуда, как бы, целая фамилия. Но мне там, думаю, что не надо быть. Меня зовут Кирилл Генкин. И я хожу в Университет Вашингтона в Сиэтле. Я учусь три курса. И за эти три курса самое главное, что я увидел, это, скорее всего, как неправильно думать. Я занимаюсь философией в университете. И большинство того, что мы учим, это связано с тем, что нравится профессору. Из-за того, что почти все профессоры сейчас, им нравится примерно одно и то же. Это все то, что ближе к коммунизму. Все это самые континентальные философы. И из-за этого, как бы, я вот знаю теперь, что континентальная философия как раз неправильно. Что ты знаешь об Украине? Ну, чуть-чуть истории про нее. Я знаю о разных войнах в 1600-х годах, которые я учил в классе на истории. Я знаю о том, как там довольно сложно жить по сравнению с Америкой. Я знаю о том, какая там культура по сравнению с Америкой. Ты видишь какие-нибудь условия возвращения твоего в Украину? Есть у них? Нету. Мне кажется, что самая большая важная разница, это между тем, если бы я мог вернуться или нет, это какая у меня основная культура. Мне кажется, что я намного сильнее культурологический американец, но как бы в душе я все равно украинец. И не можешь вернуться? Мне кажется, что уже довольно поздно для этого. Теоретически, да, но оно может занять очень много лет. И самое главное, чтобы мне хотелось. Мне не очень хочется. Мне нравится тут. Тебе не очень хочется или не хочется? Не хочется. Многие люди живут согласно заповеди. Не убей. Для меня это широкий принцип. Мы часто берем в руки оружие, называем чужими людей, говорящих на одном языке. У них по-другому приготовляется салат оливье. За это мы готовы убивать. За кусок земли, которая принадлежит всем, не только нам, но и братьям нашим меньшим, мы взяли на себя право расчертить планету, назвать это какими-то образованиями государственными и начать убивать своих соседей. Для живых существ очень природно двигаться. От момента того, как мы перестали быть растениями в эволюции биологической и отцепились от привязки, мы стали двигаться. Мы верим, что мы вышли все из Африки. И с тех пор мы движемся, идем, боремся, ненавидим. Но давайте делать акцент на том, что не только это. Любим, сотрудничаем и строим общество будущего. Для меня Америка огромная страна, мультиэтничная, мультикультурная. Как же здесь не двигаться? Как же не восхититься и не увидеть разные ее уголки, увидеть индустриальный Чикаго, культурный Нью-Йорк. Поэтому я выбрал для себя жить вот в этом автобусе. Играет музыка. 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 Продолжение следует...